Ну что, друзья, смотрите на меня. Я рад вас всех приветствовать на шестом севере МТА провинции. И прямо сейчас, в этот момент, на провинцию залили долгожданное обновление. Долгожданное, на самом деле, скорее потому, что в этом обновлении есть одна система, которую все ждали очень-очень долго. Ну, реально, ребят, как давно вы ждали инвентарь. Все это и не только в этом ролике. Короче, выходим из камхака, давайте сразу пройдемся по просто самым-самым маленьким таким обновлениям, про которые просто хочется, ну, вскользко так быстренько сказать и приступить реально к самому сладкому. Избранные анимации. F1. Теперь можно добавить анимацию в избранное. Плюс добавили три новых танца. Это вот такая вот неопределенность. Вот так вот это выглядит. Довольно прикольно. Реально, анимация, на самом деле, очень крутая. Ну, вот эти новые три анимации, они как-то, знаете, какие-то... Как-то лучше выглядит, чем, короче, все, которые были. Уборка. Вот такой вот. Видели его в начале ролика. Оп-оп-оп. И погнал. И еще Рой Пурди. Рой Пурди. Ну, в общем-то, вот это всем знакомое, да? Так. В принципе, по анимациям все. Также сделали для фракции РЖД поезд Деда Мороза. Не знаю, как это будет выглядеть. Если в сводке увижу скрины, то обязательно приложу их в этом ролике, но, скорее всего, не увижу. И добавили в российский контейнер Дед Моробус. Такую машинку? Это автобус в эксклюзивной раскраске. Хрен его знает, что за автобус, если честно, потому что тоже еще пока ничего не знаю, ничего не видел. Но, тем не менее. А теперь к самому интересному. Я нажимаю на кнопочку «Ай». И у меня открывается... Черт, возьми, бля, как это круто выглядит. У меня открывается инвентарь, дядя. У меня открывается инвентарь. Окружение пока что не сделали. Я и систему трейда пока что не сделали. Можно? Мне можно просто удалить. То есть выкинуть нельзя. Правильно понимаю? Да, можно просто удалить. Но выкинуть нельзя. Потому что систему трейда, вот эта система выкидывания вещей, пока что не сделали. То есть этого пока что нет. Но, тем не менее... Подходим к машине, нажимаем на «Е». В автомобиле есть багажник. Хренакс и шапочка в багажнике. Хренакс и шапочка. А на мне. Единственное, что почему-то у нее поменялось с настройком. А, и теперь почему-то нельзя ее настроить, к сожалению. Но, вероятно, это еще не пофиксили. Это нужно, чтобы пофиксили, да? Смотрите, скинчик. Костюмчик. Можно скинуть. И посмотрите, кто здесь. Посмотрите, кто здесь. Кто это такой. Кто здесь. Это я. Очень похоже на меня. Это прям вылитый я. Собственно, давайте накинем еще скин. Рюкзачки. Рюкзачки тоже. Ну, пока что, я так понимаю, еще нет их. Но в скором времени все будет. Так, выйти. Все, все одной кнопкой можно убрать в багажник. И, собственно, достать из багажника. Инвентарь. Данила Киповский. Персонаж. Можно приодеться. Часики. Всякие такие аксессуарчики. Все это будет, как мы понимаем, в будущем добавлено. Сейчас это все тоже есть. Собственно, давайте сразу перейдем к ченжлогу. Я покажу вам ченжлог. Вообще, еще что добавили. Система инвентаря. Новогодний рейс в транспортной компании. Новогодний рейс в транспортной компании. Кстати, это у нас получается дальнобойщики. Магазин салютов. Сейчас посмотрим. Е39 исправлена задняя оптика. Ну, и остальных машин у меня нет. Поэтому я не смогу вам их показать. К сожалению. Но, тем не менее, заднюю оптику наблюдаем. Честно говоря, не сильно вижу, что поменялось. Но, по-моему, да, по-прикольней, по-по-лучше стало. Но, нефтипы, это оптика нравилась. Фиг вы знаете, что там сильно поменялось. Короче, полетели очень быстро. Сейчас долетим до любого магазина с продуктами. Попробуем, короче, закупиться сейчас аптечками и хавкой. Ну, прям, прям, типа, инвентарь себя закупить. И попробовать это похавать из инвентаря. Вообще, типа, сделали такую возможность или нет? Потому что, по идее, это, ну, либо просто сразу естся, либо как. Так, залетаем сюда. И здесь, собственно, мы можем купить что-то. Ну, типа, давайте чипсы купим. Покупили чипсы за 150 рублей. И я их, типа, съел или как? Или они у меня в инвентаре. Купай, чипсы. Съесть. Пополнили 3%. А что так мало? 12 еды. А вот, допустим, молоко купил, 28 еды прибавляет. Ну, 28 единиц еды. Вот, милк. Выпиваем. 5 процентов. Типец. А насколько тут хавать-то нужно, чтобы наесться, если молоко прибавляет 5 процентов. Сникерс 20 еды. Давайте купим. Смотрим, как он будет выглядеть. А, ну, вот, типа, шоколадка. Так, телефон можно закрыть. Ничего по нему не обновили. Случайно открыл. Вот здесь есть, смотрите. Вот, стоит. Ну, вот это вот должно, по идее, восстанавливается. Сытоственно, сразу на сотку. Ну, а это вот для готовки на мангале, собственно. Так, сытость. Обс, красная икра. Сколько шоколадка восстановлю? Давайте посмотрим. Шоколадка. 3%. Если я сейчас икорочки бахну. Ну, я до сотки восстановил. Окей. В принципе, ну, надо будет как-то побольше проголодаться, и уже будет понятно вообще, типа, насколько там, собственно, можно наесться. Насколько денег вообще нужно реально наесться. Но, по идее, если икрой можно фулл хп, ну, фулл эту сытость восстановить, то в целом икрой питаться будет очень даже выгодно. Как бы это странно ни звучало, но тем не менее, это так. Ладно, полетели, короче, сейчас летим до аптеки, посмотрим, ну, как вообще медикаменты выглядят, собственно, в инвентаре. Кстати, сегодня хочу еще что отметить, пока подъезжая к аптеке. С сегодняшнего дня, а вон магазин салютов новенький, по-моему, добавили, раньше его здесь не было. Короче, с сегодняшнего дня светофоры перевели в ночной режим, по крайней мере, на шестом точно, дальше не знаю. Теперь до 3 января, ну, все дни светофоры будут мигать желтым. Поэтому, если вы хотите начать играть на провинции, стоит начать играть прямо сейчас, потому что, ну, как бы, упа. Ассортимент в аптеке подрезали. Во-первых, здесь нету вот этого, вот. Но мы купим все по единице. В общем-то, если хотите начать играть, то лучше всего сделать это прямо сейчас, потому что... Опа, добрый день. Кип лучший ютубер. Самый лучший ютубер это Кип. Короче, тут уже около салютов фигачат фейерверки, да. Я хотел сказать про что. Я хотел сказать, если вы хотите начать играть на провинции, то лучше сделать это сейчас по ссылочкам в описании. Да. И знаете что? Я совсем забыл то, что я уже примерно, ну, реально я уже, наверное, полгода ни разу не рекламил вот этот промокод. То есть я реально рекламил вот этот промокод где-то полгода назад, дай бог, если даже не больше. Поэтому Игрович, F-M нажимаете, реферальная система, Игрович вы сюда вот вводите, получаете скидку 20-25%. В общем, тогда, ну, если хотите начать играть, то лучше это сделать сейчас. Вводим промокод, ну, заходим на 6-й, вводим промокод и, собственно, начинаем развиваться, как скажем, с Новым Годом, с новой жизнью. Вот. Ну, а давайте посмотрим, что вообще за медикаменты я тут себе понакупил. Пластырь. Написано сколько восстанавливает, интересно. Вот я его выбираю, не навожусь, нет действия. Но там было, по крайней мере, было написано, сколько восстанавливает. Спрей какой-то, видимо, 90 хп. Но вот это восстанавливает очень много. А, вот, плюс 25. Плюс 60 антибиотики восстанавливают. Давайте вот плюс 25 завязаем, потому что... Потому что плюс 60 это очень много, и нам пока столько не надо. Но, тем не менее, блин, это на самом деле настолько удобно. Это вот так не хватало, что вот каждый раз, когда у тебя лоу хп перед видосом, или вот эта штучка моргает и бесит тебя, ты просто вынужден ехать, куда-то там береться, хавать, лечиться и так далее. Это очень сильно мешало. Теперь закупаешь инвентарь, закупаешь на себя багажник этой хрени, и юзаешь ее. Просто вот, ну вот, надо заюзал, надо заюзал. Все. Невероятно. Точнее, очень даже вероятно теперь. Собственно, да. Но я предлагаю вернуться к салютам. Кстати, да, вместо этого ролика, вместо этого ролика должен был выйти ролик по Борису, по вот этому нашему РП-персонажу. Но, к сожалению, ну, точнее, к счастью, из-за того, что вышло обновление, как бы придется его перенести уже на Новый год. Поэтому Борис уже выйдет 2 января. Да, Борис уже почти смонтирован на данный момент. Поэтому он точно выйдет. Лавка фейерверков. Два разных фейерверка я куплю. Здарова, здарова, здарова. Это Дядя Киповский. Это Дядя Киповский, да. Это я. Короче, салюты на покупали, и такие, и такие. Посмотрим, что они вообще из себя представляют. Только давайте отъедем отсюда. И, ну, вроде, еще-то, кстати, в оптике поменялось. Фиг его знает, конечно. Ну, вроде, да, что-то поменялось. Короче, отъехал до Жуковского. Давайте посмотрим, что это такое. Не через стаб теперь она делается. А, естественно, через... Так, подожди, а какой дороже? Вот пушка. Вот пушка дешевле. Взять в руки. Ух ты. Вот это прикол. По-моему, раньше такого не было. Причем, подожди, а я могу так и запустить фейервер через стаб. Можно, но, очевидно, да. Все только через стаб. Могу его просто без всяких вот так просто переносить в руки. Вот так антибиотики никак не могу на себя перекинуть, да? То есть только-только зают... Ну, все, только использовать. Давайте попробуем... Блин, я хочу пробовать удалить... Давайте попробуем удалить антибиотики. Они просто... Вы хотите... А, нет, они не выкинутся. Они просто, скорее всего, удалят. Сокер, взять в руки. И через... Вот так вот юзаем. Все, отходим на безопасное расстояние. И вот так вот этот салютик выглядит. Вот таким вот образом. Ну, слушай, что-то невысоко взлетает. По-моему, в прошлом году салюта взлетал выше. Ну, сейчас два разных салюта, поэтому... Поэтому мы сейчас еще посмотрим, как выглядит второй. Но второй должен быть типа поприкольнее, конечно. О, что-то в конце происходит, блин. Да, но это уже была финалочка. Нет, салютность очень похож на реальный. В такой же этой самой... Опа, другая, смотри-ка. Авиаудар по Приволжскому. Нифига себе. Ставим. И сразу отходим, отбегаем. Это очень опасно, если что. Ой, он выше взрывается. Да, смотри-ка, он выше взрывается. Ну, сейчас еще типа светло. Не так хорошо видно. Такой же, только взрывается просто повыше, по-моему. Да и все. Такой дом короткий, по-моему. Или это еще не конец был. Не, вроде не такой короткий. Че-то я залив, парни. Че-то я залив. Сори, 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 что я замолчал. Я просто реально залив, я даже не хочу говорить. Ну, прикольно. Че, салютики прикольно. Короче, я рад. На самом деле, я могу сказать, что я рад, потому что, блин, инвентарь это то, что я ждал очень долго. Банально из-за того, что, ну вот, хочется аптечки хранить в инвентаре, аптечки и еду. Душа можно было отхилиться в любой момент, покушать в любой момент, и все такое. Это приятно. Честно, это приятно. Систему трейдов, но пока просто трейдится особо нечем. Разве что через багажник можно, ну, сейчас можно передавать через багажник. Говорят, типа, если доступ есть, через багажник, можно передавать. Маска, здоровье, 1 хп восстанавливает. Неужели? Так, давайте купим себе, короче, антибиотиков, скорее всего. Блин, антибиотики, наверное, дорого покупать. Наверное, логично себе бинтов купить. И два антибиотика еще купить. Ну, чтобы можно было отхилиться в любой момент, я сейчас их в инвентаре себе раскидаю. Каким-нибудь вот таким вот образом, знаете, типа. Давайте еще один бинт куплю, чтобы красиво было. Так, сейчас еще один бинт покупаем. Все, и теперь можно хилиться чисто в любой момент. Я могу взять и похилиться. Это масочки. Собственно, это масочки, это масочки, которые у меня есть. Эта масочка, она будет пропадать каждый раз, но тем не менее. Вот, я ее надеть нажал. Блин, я сейчас нельзя настраивать, походу. Да? Либо через этот можно. А вот, настроить можно. Все, настроить можно через... Через эту хрень. Так же она называется. Ой, углы. Зря, зря сделал. Ну, все, короче, как-то я там что-то понастраивал. Блин, с этими масками опять возиться. Блин, я же все настраивал до этого. Ладно, все, снять. Ее как раз давайте попробуем удалить. То есть она удалилась, она никуда не выкинулась. Она получается просто у нас удаляется. Ну, собственно, вот, закупился. Давайте закупимся еще едой. Сразу, чтобы она была. Я думаю, что мы сейчас закупимся едой подороже сразу. Потому что почему бы и нет. Давайте вот я куплю икры себе. Икру куплю. Одну штуку. И обычно какую-нибудь еду закупимся, чтобы потом можно было потихонечку поесть. Ну, и вот, допустим, два молока. То есть вот так у нас выглядит игра. Плюс два молока. Вот, собственно, вот так вот. Вот так вот. Вот такое вот обновление. Предновогоднее такое, знаете. Вот завтра уже Новый год будет. А у нас выходит долгожданный инвентарь. Ну, реально, ждали его очень долго. Это прям успех. Это прям радость, счастье и все такое. Маши инвентарь, ну, очень был нужен. Сейчас просто в любой момент фигахс-фигахс. Я вот такой тип. Все. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам этот ролик понравился, не забывайте подписаться реально. Ну, подписаться, поставить лайк. Потому что в последнее время реально активность что-то просела. Я немножечко из этого тильтую. Вот, давайте. В общем-то, жду от вас поддержку, если вам реально понравился данный ролик. Ну, и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok